Это Финам.фм. Реальное время. Меня зовут Юрий Пранько. В самом начале напомню средства коммуникации 651099.6, код Москва 495. Это номер многоканального телефона. И финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Кроме того, уже на сайте идет прямая веб-трансляция. Те, кто смотрит, тот уже видит моих гостей. Это Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Это Аркадий Любарев, ведущий эксперт ассоциации «Голос». Аркадий, добрый вечер. Добрый вечер. И это Игорь Минтусов, председатель совета директоров Центра политического консультирования. Никол, как? Никола М. Никола М. Интересное название. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас тема программы такая. Перестройка 2. Так ли нужны России политические реформы? Понятно, что сейчас все говорят об этом, что после известных событий, которые я бы старта им дал 24 сентября, с небезызвестного мероприятия небезызвестной партии, сегодня появилась информация, что они действительно вроде как ребрендинг решили затеять, потому как вот это словосочетание «Единая Россия» партия жуликов и воров настолько прикрепилось к ним очень серьезно, и они это чувствуют, что даже господин Воробьев подтвердил, но он не сказал, что они распускаются, да, потому что утром и такая информация стала появляться, что все ликвидируют. Нет, это ребрендинг, как он сказал, новая политическая работа, но посмотрим, что там из «Единой России» в итоге получится. Меня больше, конечно, интересуют те политические процессы, которые происходят в нашей стране. В конце концов, мы понимаем, что, к сожалению, российский парламент до сих пор, это, может быть, уже и место для дискуссии, хотя бы для дискуссии Жириновского с Воробьевым, да, но это пока еще не тот орган власти, который реально влияет на реальную политику. А реальная политика у нас в другом месте происходит. Михаил, как вы считаете, все-таки действительно нам нужны реформы политические? Если нужны, то какие? Ну, что нужны, теперь уж все признают. Ну, это модно стало, да, признавать, да. Даже Воробьев, упомянутый вами, наверняка скажет, да, конечно, нужны. Вот, какие, вы знаете, на мой взгляд, изначально та планка требований, которая была задана протестной коалицией, вот, она была, я бы сказал, мелкой, как ни странно, потому что вопрос о, там, выборах 4 декабря, да, он стал триггером, спусковым крючком, но дело не в этом. Вот, дальше перешли к вопросу более амбициозному. Путин остается, уходит, уходи, не хотим, значит, более важный вопрос, да, но есть еще более важный вопрос, потому что Путин, на мой взгляд, это лишь эпизод в некой ельцинской модели власти, в постсоветской модели власти, основой которой является президентский абсолютизм. Это одна из основ этой конструкции, которая, в том числе, как бы, получается, так, прикрывает этой особенности, там, сращивания власти и собственности, связанные с приватизацией 90-х годов. Вот, то есть есть некий набор столпов в постсоветской модели власти. Путин их не создал, да, Путин, ну, усовершенствовал конструкцию, усовершенствовал систему. Вот, и сегодня, даже если изменится, там, имя первого лица в государстве, то политическая система от этого не изменится. Душа изменится, это точно. Ну, через какое-то время, в любом случае, да, туша изменится, это точно, совершенно верно, да. Значит, политическая система может остаться и в постпутинской, так сказать, России, тоже вот этой самой постсоветской, ельцинской, суперпрезидентской. Поэтому, на мой взгляд, вот Кащеева игла связана с президентским абсолютизмом. Если говорить именно о конфигурации политической системы. Это парадигму необходимо демонтировать? Не демонтировать, а достроить, значит, до той модели, которая закладывалась, как мне кажется, в основу Конституции. То есть французская модель. Вот, то есть у нас есть некая пародия на французскую модель, но сильно ухудшенная, в которой есть сильный президент, но нету сильного парламента, который способен формировать правительство. То есть, если мы полномочия законодательной власти по формированию исполнительной власти усилим и по контролю над исполнительной властью тоже усилим, вот, то это уже будет большой шаг вперед. Потому что в этом случае, по крайней мере, избиратели, голосуя за партией, смогут влиять на политический курс, на курс исполнительной власти. Пока этого нет. Ну, то есть, на ваш взгляд, это не демонтаж вот этой суперсверхпрезидентской республики, а, что ли, отращивание еще одного крыла? Да, отращивание, отращивание, так сказать, еще одного органа необходимого. А вы считаете, что он сможет стать самостоятельным, этот орган? Вот понимаете, с формальной точки зрения у нас разделение власти никто не отменял, да? Есть законодательная, исполнительная, судебная власть. Говорят еще, медиа является властью. Ну, это только говорят, я так думаю, да? А по факту мы все прекрасно понимаем, где принимаются решения. Вот на ваш взгляд, человек, который претендует, ну, с большой долей вероятности, как он сам об этом говорит, что он пройдет вновь, да, он сможет это сделать? Сможет сделать что? Сможет вот так отпустить систему, рефигурировать ее? Фактически себя ограничить во власти. Пока он, скажем так, такого намерения не высказывал. Вот на встрече Путина с политологами, где я присутствовал, он говорит о том, что думает об этом. В том числе и я этот вопрос ставил. Я бы сказал, забавно. Он думает об этом, да? Вопрос открыт, да. Но я, конечно, сомневаюсь в том, что бескрайней необходимости подобные решения, то есть по самоограничению президентской власти, могут быть приняты. Это Михаил Ремезов. Игорь, ваш взгляд на это, мне кажется, вот ключевая фраза была, да, я думаю, с цитатой Путина, я думаю, я думаю вообще, вот куда повернуть, влево или вправо, загрузить вам гайки или оставить вас в покое, да, ограничить себя или нечто другое сделать. Я другую встречу, на самом деле, запомнил. Это вчерашняя встреча с РСПП. Мы ее будем отдельно в 9 вечера обсуждать с Сергеем Алексашенко, да. Но это была феерическая встреча. Я очень грубо сейчас скажу и жестко. Путин издевался над бизнесом. Он давал понять, кто в доме хозяин. Когда он их, как мальчиков, знаете, вот юных, профессор поднимает студента, да, а тот не выучил, ну, каждый из нас это все проходил, и говорит, а что вы думаете по поводу налога на роскошь? Там бедный, я не помню, кто из бизнесменов. Ну, Рашников это был. Да, да, Рашников был, да, 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 и он такой заикаясь, да, а зал вжал, потому что не другие, именно этого студента он поднял, да, а не их, и они этому радовались. Ну, и там мордашов и так далее, ну, забавные вещи. Ну, и правильно издевался, они этого достойны. Ладно, это тема отдельного разговора. Игорь, ваш взгляд, все-таки какие реформы, и нужны ли они нам? И готов ли тот человек, который претендует на это? Ну, когда вы задаете вопрос, нужны ли реформы, мне, конечно, от лица всего российского народа хочется сказать, да, реформы российскому народу нужны. А я уже думал, вы скажете, от лица всего российского народа, как вы задолбали нас со своими реформами. Так. Вопрос второй. Второй, этот вопрос, на мой взгляд, деликатно как-то обходит власти, я имею в виду, в тех дискуссиях, когда они с кем-то дискутируют. Это вот то, что сейчас мой коллега отчасти затронул. Вопрос разделения властей. И за вот этой всей риторикой относительно того, что нам нужна сильно президентская республика, президентская республика с там отрощенным правым, либо левым крылом, либо с двумя крыльями одновременно, с хвостом еще, в виде какой-то там четвертой партии. Как-то мы стыдливо не фиксируем свое внимание, что эра разделения властей в России закончилась. Закончилась много лет назад. И в этом смысле слова, последним ее всплеском, либо одним из последних всплесков, был знаменитый отказ тогдашнего председателя конституционного суда Зорькина в 1993 году отказаться визировать не менее знаменитый указ Бориса Николаевича Ельца на распуске парламента. И с тех пор у нас, можно говорить изящно президентской республикой, а можно говорить о том, что в стране единовластие. Уж не хочется совсем уподобляться публицистам, все-таки ваш покорный слога аналитика, использовать слово самодержавие, но по большому счету... Престолу наследия. Да, это такие уже скорее имеют историческую ретроспективу и ассоциации. В России отсутствует разделение властей. В России нету независимой исполнительной власти, ладно, законодательной власти, хотя это очень плохо, нету независимой судебной власти. И поэтому попытки имитации, которые делает исполнительная власть с точки зрения того, что вот у нас судебная власть, она является независимой, мне очень нравится выражение и нынешнего президента, и прошлого президента, он же будущее, когда... Не факт, народ будет голосовать. Да, с большой вероятностью, когда к нему обращаются лидеры оппозиционных фракций, жалуются на что-то, он им что говорит? А, друзья, идите-ка вы в суд. Ну ладно, хоть в суд посылайте. У нас же суд есть, он же независимый, и что вы ко мне пришли как руководитель исполнительной власти? Читайте в институции, у нас здесь написано суд, все вопросы решаются в суде. На мой взгляд, это, конечно... Но это издевательство. Очень, очень, да, очень звучит издевательски, мы уже знаем, каким образом формируются судебные органы власти. Поэтому вот это интересная проблема. Сильно президентская республика, слабо президентская республика, очень сильно президентская республика. Вопрос один, а вопрос другой. Есть ли в России разделение властей? И если оно есть, оно написано в Конституции, какие существуют механизмы, которые гарантируют это разделение властей? На ваш взгляд, все-таки такие механизмы существуют? На бумаге они существуют, фактически тихой цапой. На протяжении последних десяти лет они фактически свелись, большинство из них нет. Но самый там последний пример, один из последних примеров, когда председателя Конституционного суда традиционно выбирали сами члены Конституционного суда. Какое-то количество времени назад было принято решение, что теперь президент назначает председателя Конституционного суда, точнее предлагает, утверждает его Совет Федерации. Мы все знаем, каким образом Совет Федерации у нас назначается. И вот она в вертикале власти отстроена. То есть Высший суд, Конституционный суд, он фактически назначается исполнительной властью. То есть получается, кольцо замкнулось, и выхода нет? Кольцо замкнулось. Выход есть. Выход есть, точка запятой. Выход заключается в том, что наши лидеры, при всем том, их можно критиковать очень много, в первую очередь, премьер-министр, он реагирует на ситуацию. И вот эти три достаточно масштабных митинга, которые проходили в Москве, в частности, не только в Москве, 10 декабря, 24 декабря, 4 февраля, они, и мы это видим, они заставляют президента, премьер-министра, прошу прощения, премьер-министра, они заставляют его, по крайней мере, в риторике, говорить какие-то вещи, о которых он не говорил еще полгода назад. А вы думаете, он искренне произносит, или конъюнктурно под ситуацией? Знаете, вот я этот вопрос, когда мне его задают журналисты, он меня всегда очень веселит. Много лет назад была такая смешная карикатура, когда девушка, прощаясь к мадому человеку, говорит, ты меня действительно любишь, или это пиар? Вот ровно логичный вопрос. Эти слова говорит президент. Меня, как гражданина России, на самом деле не интересует. Он это говорит искренне, либо споросоннее, либо перепутал. Он это сказал. Это некоторое действие, облеченное в слова президента. Поэтому вопрос, он говорит, искренне, либо не искренне, это вопрос скорее к политическим психологам, психиатрам, кому-то еще угодно. Я считаю, что мы не должны это рассматривать. Президент это сказал, и это важно. И второй важный фактор, который должны анализировать политологи профессиональные, кроме слов, это действие. Поэтому президент сказал, значит сказал. Искренне, не искренне. Но какая, друзья, разница? Суд принял решение, справедливая судья, в вашем деле, он это принял искренне, или он это принял случайно? По большому счету. Вы трижды назвали Путина президентом, я не стал даже вас поправлять. Но я еще раз напомню, он не президент, и не факт, что он станет таковым, потому что 4 марта именно люди будут избирать президента. Аркадий, может ли гражданское общество влиять на это все? Безусловно, я думаю, что гражданское общество может влиять, и оно уже начинает влиять, но пока еще, ну, во-первых, действительно еще эти протесты, наверное, недостаточно сильны, а во-вторых, просто власть действительно так долго не замечала гражданское общество, что оно с трудом начинает вот обращать внимание на, и как-то подстраиваться под мнение общества. Поэтому, я думаю, еще все впереди в этом плане. Поясните, что значит впереди? Ну, вот я знаю, что впереди 26-го предложено, значит, провести акцию «Белое кольцо». Я знаю, что 23-го, по-моему, Путин собирается на манежке со своими сторонниками, по крайней мере, его штаб об этом заявляет. Я знаю, что на 5-е марта предполагается митинг оппозиции по итогам уже первого тура голосования, да. Что значит все только начинается? Ну, наверное, это и значит, что 5-е марта не последний день, ведь сейчас я понимаю так, что Путин ставит перед собой очень конкретно, очень краткосрочную задачу победить на выборах. Вот, и, наверное, ради этой задачи он, так сказать, сейчас стремится максимум мобилизовать свои ресурсы. Вот, после того, как он, ну, я согласен с вами, еще ничего не решено, но вероятность его победы достаточно большая. Ну, собственно говоря, если этого не состоится, тогда действительно все, все начнется заново, а если как эта вероятность реализуется, то дальше у Путина уже начинаются долгосрочные задачи, так сказать. Вот 6 лет его правления, и он должен думать о том, как прожить эти 6 лет. И тогда, мне кажется, ему трудно будет игнорировать протесты, тем более, что, скорее всего, они будут нарастать и дальше. Михаил, вот скажите, пожалуйста, сейчас такой провокационный вопрос задам, с другой стороны зайду. Путин отошел в сторону. Ну, гипотетически. Я понимаю, что он никогда в публичное это не произнесет. Ну, мало ли что. Как говорят в таких случаях, все ходим под Богом. Политические процессы, политические реформы резко активизируются? Или будет попытка, я не знаю, тех людей, которые сейчас вокруг него находятся, как-то выдвинуть нового лидера, я условно лидера называю, как-то стабилизировать ситуацию, потому что мы все говорим, он с большой вероятностью выиграет. Я вновь говорю, я настаиваю на этом, это будет известно только 4 марта. Выиграет он или не выиграет, наверняка или не наверняка. И только 4 марта, если может быть и 25 марта. безусловно, если будет второй тур. Ваше мнение? Слушайте, ну Путин был планом спасения Ельцинской России, в широком смысле Ельцинской семьи, в узком смысле. Он как план спасения сработал. Если технология Путин перестанет действовать по той или иной причине, то Ельцинская Россия может выбрать другие планы своего спасения. Она их уже вырабатывает. Ну, например, Кудрин. Кудрин, то есть человек, который является частью правящей команды, который плоть от плоти этой правящей группы, и сегодня его нам продают в качестве человека, который отвечает на протестный запрос. А кто купец? Вот я хочу понять. Правящая группа, да? Кто купец? Правящая группа, вот те самые люди, которые в том числе являются, я не знаю, я не хочу конспирологии, но есть некая правящая группа, да? Вот, и Кудрин в нее входит, да? Вот, и в том числе и Кудрин, это способ сохранить ту же самую правящую команду после того, как Путин уйдет. То есть, приход Путина во власть многое изменил, но я считаю, что правящая команда в целом не поменялась. То есть, власть осталась, власть не поменялась, власть осталась. И точно так же, если технология Путин перестанет работать по какой-то причине, есть высокая вероятность того, что власть не поменяется, да? То есть, она будет заменена, условно говоря, не поменяется, да. Она будет заменена на Кудрин, Прохоровых, кого-то еще, то есть, людей, которые принадлежат в той или иной степени к тому же самому правящему слою, к той же самой правящей группе. А вы считаете, что это возможно, вот такая вот трокировка. Так вы же меня спросили, если, да, я отвечаю вот на ваши, если, да, степень вероятности, значит, реализации этого сценария я пока не берусь. Это люди из той же обоймы, это не новые люди. Это люди абсолютно из той же обоймы, причем, на мой взгляд, гораздо более одиозные, чем Путин. Игорь, как вам такой сценарий? Ну, я, наверное, здесь все-таки не совсем соглашусь, коллега. Очень хорошо, не соглашайтесь. Я всегда рад, когда не соглашусь. Во-первых, меня немного зацепило такое все-таки жесткое достаточно утверждение, что Владимир Владимирович Путин был планом спасения семьи Ельцина и планом продолжения, соответственно, управления вот этой группы, которая была группой Бориса Николаевича Ельцина. Ну, история говорит о том, что это не так и что, все сильно очень изменилось. А почему не так-то? Ну, какие-то активы плохо лежали, безусловно, их люди новые подобрали, так сказать. Газпром, он не принадлежал семье, поэтому его можно было взять. А то, что принадлежало семье, осталось нетронутым. А что принадлежало семье, я заинтригован. Мне, по крайней мере, неизвестно. Я не знаю, какие большие активы в России принадлежали семье Бориса Николаевича Ельцина. Просто не знаю. Возможно, журналисты, уважаемые, знают. Мне это неизвестно. Ну, мы сразу после передачи пойдем рыться в открытых источниках и смотреть историю компании Сибнефть, я не знаю, компании Олега Дерипаски и так далее. Возможно, но если даже брать вот этих двух олигархов, то их роль и место, которое было у них в начале 90-х, в начале 2000-х годов, она, эта роль совсем не та, которая у них сейчас. Скажем так, это хорошие актеры, а я имею в виду актеры, игроки. Хорошо, я бы сказал так, в конце первоплана они стоящие, потому что вы сами назвали, есть другие уже игроки, которые уходят, Прохоров и так далее. Поэтому говорить о том, что все это, вся одна команда, все эти люди известны, но правящая элита, она, в принципе, сама по себе небольшая. Я приорно, кто бы не сейчас пришел к власти, он не может прийти из города Урупенск, маловероятно очень. А с Болотной он может прийти, на ваш взгляд? С Болотной, с Болотной он определенно может прийти, потому что на Болотной площади было некоторое количество политиков, достаточно известных, для которых жизнь сама, она является, в общем-то, политикой. Ну, а Рамзан Кадыров их называют лузерами. Ну, здесь не хочется. Пытались там, и ничего у них не получается. Давно бы ушли, как он сказал. Они все ходят. Но это не более как риторик. История знает огромное количество примеров, когда лузеры в течение одного, одних суток становятся победителями. Мне тут вспоминается очень известный исторический такой факт, когда Наполеон возвращался с Эльбы своей и шел к Парижу, когда он еще находился у Ниццы. Соответственно, газеты парижские писали там, «Красиканское чудовище высадилось на берег Франции». Дальше, когда он пришел ближе, 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 заголовки парижских газет уже сменялись на более мягкие названия. Там Наполеон там звал Леон, а когда уже Наполеон подходил к Парижу, газеты выходили с заголовкой, вышли, «Его величество, король Франции, завтра ожидается Парижа». Применительно к России, если проводить аналогию. Применительно к России. Применительно к России человек, который оказывается в кресле руководителя страны, он через некоторое время к нему очень сильно меняется отношение. В России не человек красит место, а место человека. Я думаю, что все-таки Путин сейчас уже свое место красит сам. Причем неважно какое это кресло. Я даю ему должен, он добился этого. То есть в нулевых годах ему пришлось доказывать, что он вообще президент этой страны. Абсолютно верно. Я полностью с вами согласен. И то, что в течение после четырех лет он возвращается обратно, это тоже говорит о его недюжих политических способностях. То есть формально четыре года он не управлял рычагами власти и человек, который мог, который находился на посту президента, за четыре года казалось бы, при условии у него были такие нехорошие намерения, у него были бы основания власть концентрировать все в своих руках и так далее. Но вот в итоге получилось так, как получилось. Получается, что Путин всех переиграл, Аркадий? Господа. То есть он оказался там, ладно, я не солидарен с господами из Единой России, которые называют его национальный лидер, у меня язык не повернется назвать Путина национальным лидером, но он оказался самым умным и прагматичным политиком, вот в полном понимании этого слова. Он развел всех так по углам, применяя разные методы, с методами, наверное, я никогда тоже не соглашусь, да, и оказался вновь на коне. так можно сказать. Кстати, вот когда говорил Игорь о Наполеоне, я вспомнил, что писали о Путине там 10-11 августа 99-го года, то есть его не воспринимали всерьез. Не воспринимали? Не воспринимали. Вот. Он действительно оказался достаточно умелым политиком, но опять-таки вспоминая некие исторические параллели, и вот когда человек закончит свою политическую карьеру, тогда можно уже будет ставить оценку. Поэтому вы думаете в 66 лет Владимир Путин завершит свою политическую карьеру? Вот я не знаю во сколько, но вот именно тогда в этом году ему будет 60. То есть если как солидаризироваться с вами и как тот меня подначивает, что Пранько единственный, кто сомневается в результатах выборов, да, я сомневаюсь. Я буду сомневаться, вот пока я не увижу волшебные данные обучающегося ученика Чурова, да? Вот я буду сомневаться. И потом, вот понимаете, мне никто не сможет доказать, что не вы все решаете. Прекращайте вот эти Игори, да, Игорь письмо. Прекращайте все эти разговоры, что уже все решено. И не надо меня приупрекать то, что я ставил на президента Медведева. Я по сей день убежден, что Медведев это был наиболее оптимальный вариант. Что реально там произошло, я не знаю. Наверное, когда-нибудь узнаю. И я вижу по президенту, по его реакции, по его поведению человек уже который месяц мается по меньшей мере и страдает. Но это ладно, это их пусть за отношения. Как говорится, он оказался верен тому, кем тому обязан был всем. Так вот, все-таки 66 закончится? Я не берусь предсказывать. Это может быть и 72, и 66, а может быть и раньше, понимаете? Может быть и раньше. Мы ведь не знаем, как получится. Я хорошо помню, когда была 19-я партконференция, и Михаил Ульянов обсуждался вопрос о том, чтобы ограничить двумя сроками пребывания у власти. И вышел Михаил Ульянов и сказал, ну как же, нам давайте мы сделаем для Михаила Сергеевича исключение. Разрешим ему не два, а три срока. А потом оказалось, что он, в общем-то, и второй срок не досидел. Поэтому всякие могут возникнуть обстоятельства. Михаил, как вы считаете, в 60 лет человек меняется? Человек нет. Мы говорим о политических реформах. Мы говорим о том, что у него большая доля вероятности прихода к власти. Ну, или он и не уходил, собственно, да? По крайней мере, с формальной точки зрения он ее вернет. Ему в этом году 60, да? Мне очень легко считать возраст Путина. У меня дочь родилась в один день с ним, да? И у них разница как раз такая хорошая. Ей будет 15, ему 60, да? Я вот хорошо и вычисляю, сколько лет нынешнему премьер-министру. В 60 меняются? В 60 не меняются в основном, да? И Путин не меняется, но он не меняется в том числе и в таком качестве, как способность, как зондировать среду, зеркалить общественную среду. Он ее чувствует? Понимаете, он, я не знаю, как сейчас, в принципе, он ее чувствовал. Вот когда сложился бренд Путин, он, конечно, некий ожидаемый образ лидера воплотил. Значит, он чувствовал что-то и поэтому и он в существенной степени, ну, скажем так, реагировал на те запросы, которые он улавливал. Я вам неспроста именно вам задал этот вопрос, да? Вы вот с ним вот виделись буквально на днях, да? Он чувствует вот то, что мы с вами чувствуем там на болотной, на сах. Нет, да? Думаю, нет. Он воспринимает протестующих на болотной как своего рода избалованных детей. Ну, вот, как сказать, что вроде как вот... То есть вы сыты, накорблены, игрушки у вас есть, чего вам еще надо, да? Это результат путинской стабильности, да, с одной стороны. Наверное, мы где-то не доработали, да, наверняка, да? И надо говорить о недостатках. Михаил Сергеевич напоминает, да? Глобить там надо. Ну, у вас же нет никакой позитивной повестки. Чего именно вы хотите, да? Хорошо, смена власти. А куда вы поведете страну? Куда именно вы поведете страну? Давайте говорить об этом. Нет, подождите. Я вот был единственный раз, вот последний раз на шествии, да, от Экиманки до Болотной. Я не был первые два митинга в силу разных обстоятельств. А человек, который претендует на такую власть, а с помощью Игоря мы действительно... Ну, это практически абсолютная власть, да? То есть... И он считает их детьми. Я, когда увидел количество людей, я так скажу прямо, я обалдел в буквальном смысле этого слова. Я не помню такого. То есть нас, москвичей, удивить людьми вообще очень сложно, да? Здесь потоки миллионные ходят, но... И он относится к ним как к детям. Понимаете? А дети это очень серьезно. Дети это серьезно. Да, вот... У меня трое детей. Здесь возможна и инверсия. Вот смотрите, был такой политик Деголь, на который Путин ссылался, значит, в своем интервью. Мы когда-то и обсуждали с вами эту параллель. Вот в 68-м году французская молодежь, дети, да, в принципе, там что-то начитавшиеся, но в основном безответственные, не знающие, чего они хотят, выходят и говорят, Деголь хватит. Вот. И там что-то громят, какие-то баррикады. Значит, потом они, вот эти дети, точнее люди, которые их представляют на выборах после того, как все улеглось, получают 5% на выборах. То есть ничего, да, у них нет действительно повестки того, что делать с Францией. Так вот пусть Путин вернет закон в страну. Но потом Деголь уходит, потому что Деголь понял, что дети устали, и с этим ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. То есть, именно потому, что это дети, у них нельзя выиграть. Вот. Это знаете, как, условно говоря, вот женщина всегда права, так сказать, в соответствии с какой-то логикой, да, то есть если вот дети, да, вот опять же, в кого-то понимают. И женщине надо отдать все, что она хочет, либо она сама возьмет. Да. Чувствуют так, то, ну, хоть кол на голове тиши, да. Если бы была простая повестка рациональных претензий, вот, пожалуйста, сделайте это, 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 и все, и мы довольны. Подождите, Михаил, и господа, но разве вот при всех там минусах разобщенности, разноплановости, разнокалиберности, я имею в виду тех людей, которые собираются на протестные акции, но там есть главное требование, даже не Путин уходи, а верните нам закон, не обманывайте нас. Вот, у нас Аркадий представляет ассоциацию голоса, по-моему, их запрессовали уже так. Ну, такой власть говорит, давайте выполнять вместе эти требования, давайте вместе к этому идти. Ну, требования, согласитесь, достаточно абстрактные. И Герметусов справедливо сказал по поводу судов, но это же издевательство, сказать, если у вас есть претензии, идите в суд. Слушайте, ну, моя цель, в данном случае не быть адвокатом, а моя цель в том, чтобы показать, что соблюдайте закон, это требование настолько общее, значит, что... Хорошо, слушаю, соблюдайте избирательное законодательство. Вот, власти говорят, да, 4 марта мы будем соблюдать, а вот... А на парламентских выборах это был что, криминал? Кто по статье пойдет? Вот кто по статье пойдет? За то, что происходит? Слушайте, мне сами единороссы за эфиром в кафе, да, рассказывают такие вещи. Да все всем рассказывают, в том-то и дело. Все все знают. В том-то и дело, что, положим, Чуров... А Воробьев орет с трибуны, как истеричка, да, что вы нам не дадите, мы не допустим, чтобы вы нас отсюда вынесли. А Чуров, когда говорит, что, условно говоря, миллион триста человек были вовлечены в избирательные процессы, да, в комиссиях разного уровня, он вроде как хочет взять их, ну, в сообщники, так сказать, что они тоже участвовали во всем этом. Но ведь эти люди, они пришли домой и рассказали то, что было, да, я не знаю, что они рассказали, но ясно, что у них есть достаточное количество знакомых, родственников, и что, соответственно, вот это вот перекрестное опыление, значит, оно создало определенную, ну, горизонтальную сеть общественного мнения, и его повернуть невозможно. Сколько людей принудительно проголосовали, пришли, об этом рассказали, да, условно говоря, своей семье, своему знакомому, да, вот, выругались по этому поводу, да, то есть вот эта вот реальность общественного мнения, а непосредственные связи от одного человека к другому вызывает наибольшее доверие, мы же понимаем, вот, то есть никакие опросы этого не перекрывают, вот, поэтому это, безусловно, имеет обратный эффект. Что тут говорят? Аркадь, что скажете? Что сказать? Да, вот я сейчас, как раз, когда говорил Михаил о детях, я подумал еще об одном аспекте. Да, я, кстати, вот Михаилу благодарен, это новый заголовок можно делать, на болотно собираются дети. Нет, я подумал вот, вот о чем тоже, то, о чем мы на самом деле много тоже говорим, может быть, это и не очень слышат, ведь смотрите, кстати, вот говорил с 90-е годы, 2000-е, вы знаете, чем одна из, на самом деле, отличия 90-х годов от 2000-х много, но одна из принципиальных, на мой взгляд, разниц состоит в том, что в 90-е годы власть поддерживалась, поддерживали города, крупные города в первую очередь, а вот за оппозицию голосовала сельская глубинка, а потом произошла инверсия. И сейчас, смотрите, вот даже выборы 4 декабря, конечно, по-разному было, далеко не везде были фальсификации, и вот мы видим, наукограды, черноголовка, за единую Россию 17%, крупные города, 20-25, максимум 30, ну, выделяется несколько городов, в том числе и Москва, где были очень мощные фальсификации, но ведь, надо понимать, они говорят о модернизации, как они могут осуществлять модернизацию, когда именно центр модернизации против них. Вот если они это поймут, вот я бы очень хотел, чтобы они это поняли, что никуда они не смогут двинуться, если они будут по-прежнему опираться на электора сельской глубинки. Игорь, на ваш взгляд, поймут? Должны, наверное, все-таки понять. И опять же, здесь вот не совсем, может быть, по-другому ответил на вопрос, который задавали Михаилу, а именно, меняются ли люди в 60 лет. Мой ответ меняется. И для меня здесь очень яркий пример Борис Николаевич Ельцин. Давайте вспомним, как он кардинально менял свою команду. В частности, после выборов 1996 года, когда фактически не молодой политик изменил полностью свою команду и главную команду не людей своего поколения, а пришла совершенно другая команда другого возраста, другого темперамента и так далее. Я имею в виду, пусть и на короткое время, но тем не менее, там, Чуба, из Немцов и так далее. То есть, в этом смысле для меня, Борис Николаевич Ельцин, как раз является олицетворение выдающейся политикой, которая может меняться в соответствии, в зависимости от ситуации, менять команду вокруг себя. Но Путин не есть. В этом смысле слова я вижу, что Владимир Владимирович Путин, у него такие способности есть. Другое дело, что да, он может меняться. Но у Владимира Владимировича, если заниматься его анализом, есть очень существенные ограничения. И эти ограничения, они совсем не связаны с возрастом, они связаны с особенностью его, если хотите, мира, восприятия, мышления и так далее. Какие-то особенности, если совсем в двух словах. Ну, первое. Владимир Владимирович, как я понимаю, считает, что, так исторически сложилось, что мир состоит из друзей и врагов. Друзей не сдают. Крылатая фраза. И поэтому вот есть люди, в том числе и в России, которые желают, не желают России добра. Это же полный абсурд, если вспомнить его выступление в середине декабря после первого митинга, когда часть граждан страны, где Владимир Владимирович является премьер-министром и, возможно, будущим президентом, выступает с какими-то требованиями. Она недовольна чем-то. И эти части граждан России, он к ним фактически к своей риторике недоброжелательной относился, я не хочу сказать, он, конечно, не говорил то, что они там враги и так далее, но по большому счету он давал понять, что они не с нами, они странные люди, они не с нами. И вот это, то есть он в этом смысле слова не выступает, как Владимир Владимирович Путин, президент всех россиян. Вот это интересный парадокс. Есть друзья, есть враги даже внутри России. Может быть это наоборот справедливо, но ведь понятно, что мил всем не будешь. И стать, ну что значит стать президентом всех россиян? Президент Обама, президент США, ну понятно, к какой партии он относится. И республиканцы, если посмотреть Fox News, это же ужас просто, потока, простите, дерьма, который льется там на Обаму. Но то же самое CNN, можно с другой только стороны смотреть. Смотрите, отличие, в чем очень важно. Любой гражданин Соединенных Штатов может сказать президенту Обаме, кем бы этот гражданин не был, например, республиканцы, господин Обама, ты мой президент, у меня есть какие-то права кондиционные, я хочу, чтобы ты их обеспечил, они нарушаются. Президент Обама, я уверен, он скажет, есть, слушаясь, гражданин Соединенных Штатов. У нас совершенно другая ситуация с Владимиром Владимировичем и тем, кого называют оппозиция на Болотной площади. Оппозиция на Болотной площади что-то говорит, не важно что. И премьер-мир, министр, начинает ставить в каком-то смысле слова под сомнение. Он говорит, так, а вообще, они друзья России, они... Эти бандерлоги. Да, они хотят. Либо, может быть, там мне говорили, что кому-то там денежку студентам заплатили, но мы это все понимаем и так далее. Вот это мышление черно-белое, друзья враги. И ясно, что Владимир Владимирович очень искренен в своем желании работать с той частью населения, которую хочет России процветания, пользы и так далее. Но вот эта граница у него проходит не по наличию паспорта, который есть у каждого из нас, а мы все граждане России, а по какому-то еще дополнительному критерию, такому идеологическому, если хотите. Друг-враг. Друг-враг. И вот это... Черное-белое получается. Вот это достаточно существенное ограничение, которое мешает ему, на мой взгляд, отменяться. Но, по-моему, это для него будет большой проблемой, если он действительно собрался и осуществит свои намерения. И по-прежнему вот его мир будет состоять из двух цветов, но согласитесь, это по меньшей мере самоограничение, а по большей мере это себя в угол загнать. Вот в буквальном смысле этого слова. Хейл, я все возвращаюсь к этой встрече. А что он тогда понимает, вы мне вот скажите? Вот то, что вы поняли из встречи с ним, вот что он понимает? Я с некоторыми коллегами вашими общался, да? Я не буду называть их фамилии. Вот вы их все... В смысле они в эфире? Да, я в эфире не буду их называть. Значит, там я когда увидел вас всех, там каждый второй точно был моим личным знакомым, да? Он считает себя мессией, вот один мне из них сказал. Это правда? То есть он считает себя мессией, он спасает Россию. Или это вот такое складывается впечатление? Скажем так, я не знаю, такой инсайд я не берусь, значит, совершить. Может быть, такое, да. Вы спросили, что он понимает, вот в частности любопытно, да, что он говорит. Я много думаю о том, что как важно сделать так, чтобы там судьба страны, устойчивость, суверенитет не зависели от двух-трех людей. А сейчас вроде как зависят, да? То есть считает... От меня одного. Считает мессией, да, двух-трех для вежливости, видимо, да? Я именно так и воспринимаю эти слова, да. Считает себя мессией в такой конструкции человек или нет? Видимо, да, считает мессией, причем мессией с мессией недовыполненной, да, потому что выполненная мессия в этом случае, когда может считаться? Когда система начинает работать сама и перестает зависеть от этого одного человека, да? Значит, вот как бы еще осенью, в сентябре в интервью телеканала Путин говорил, почему я возвращаюсь? Потому что привык начатое до конца доводить. Что доводить до конца? Что именно? Как можно довести управление России до конца? Россия — это длительный процесс. И где это конец? Хочется надеяться, где этот конец? Ну вот логически конец именно такой, что подвести страну к ситуации, когда возможно смена, реальная смена правящей команды смены власти без обрушения системы, да, без того, чтобы все пошло в разнос. В принципе, как миссия, ну это нормально, это имеет право на существование, тогда давайте нарисуем дорожную карту, как это сделать. Но получается вот подобным миссионерством мы, безусловно, так вот достаточно жестко формулируем, но тем не менее, это значит, если он недовыполнил свою миссию, это фиаско его 12 лет. Он не смог предложить альтернативу себе. А он говорит, что мы 12 лет готовили платформу, да, консолидировали что-то. А теперь вот следующие там 6 лет, да, мы будем готовить систему кротации, да, то есть сначала систему мы консолидировали, вот собрали государство в кучку, а теперь можно готовить институт этого государства кротации власти. Ну вот такая логика, да? Интересная, мне кажется, логика, она достаточно своеобразная. Надо ловить на слове, я считаю. Нет, я согласен, да. Давайте общаться со слушателями 651099,6 код Москвы 495 и финам.фм наше средство коммуникации. Я, в общем-то, вот вы знаете, я, конечно, кто слушает финам.фм, да и многие политики, политологи знают достаточно мое критическое отношение к Владимиру Путину, жесткое достаточно отношение, но вот я признаю его талант политика умного, прагматичного, хищного, ну, как и любой политик, потому что это человек, который держит власть. Другое дело, что мне представляется, он сам себя уже загнал в угол, он сам себя перехитрил. И вот как он из этого будет выбираться, было бы, конечно, забавно над этим наблюдать где-то со стороны, да, но я понимаю, что мы здесь будем, здесь вот это нас всех коснется. Ну, посмотрим. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Да, Сергей, пожалуйста. Спасибо большое за такой замечательный эфир. Я тут услышал то, что и сам, как бы, думаю, и чем делюсь своими родными, друзьями. На самом деле, мы имеем дело с психотипом. Представьте себе, что я все два раза и третий раз, будем так говорить, голосовал, голос отдавал за этого человека, но вот последние события, последние полугода, искренне говорю, меня как бы перевернули моего представления. что заставило перевернуться? Вы знаете, какое-то ощущение какой-то подловатости не его лично как человека, а подловатости происходящего, какой-то неискивенности, нечестности, как-то в политике ее и не может быть по большому счету, но как-то все очень выпучено, так что это очевидно тем, что, как вы говорите, наукоград их уже понял, а скоро и остальные поймут. К сожалению, это так. Поэтому говорить о том, что он гениальный политик при такой ситуации, какая сейчас сложилась, при гениальном политике не выходит на демонстрации, все довольны, и отец отечества, как говорится, избирается на пятый срок подряд под давлением общественности, а здесь мы имеем дело просто с комплексом правильно исторического происхождения, как говорится, в КГБ ковали кадры, там были враги, свои и чужие, и это было все особенно обострено, это все психотип чисто человеческий. Да, спасибо, Сергей, спасибо. Но я Путина не называл гениальным политиком, я его назвал умным, прагматичным и хищным политиком. Кто из вас готов прокомментировать, Сергей? Ну, только в том ключе, что при гениальных политиках тоже выходит на демонстрации. Надо чуть поправить тогда. Что при гениальных политиках тоже выходит на демонстрации, но вот тот же самый Деголь, вот я думаю, что можно назвать великим политиком, выдающимся без кавычек, и при нем были демонстрации такие, какие нам они снились. Вот еще раз говорю, он сумел эту ситуацию тактически выиграть и стратегически сделать выводы. То есть уйти, обеспечив ротируемость власти. Вот, вот простой ответ. Ну да, если вспомнить того же Черчилля, того вообще выбросили на обочину историю после победы. Дальше идем. То есть, господин, кто из вас желает, да, тот комментируйте звонки 65 10 99 6, либо финам.фм, Игорь пишет, для них главная легитимность в предстоящих выборах, поскольку у нас президентская республика, то на сфальсифицированные выборы в Думу наплевать. Я вам цитирую письма, как они приходят. У нас и до выборов в Думу не место было для дискуссии. Знает ли Путин реальную картину, либо ему наплевать, он просто устраивает различные группировки. Кто готов? Я согласен полностью с тезкой своим, что главная проблема, на мой взгляд, для Владимира Владимировича Путина, и он это понимает, это не победа на этих выборах, а обеспечение легитимности этой победы. Это, главное, для него ключевая проблема. Но здесь возникает проблема, я думаю, связанная с уже конкретной совокупностью людей, которые работают у него в выборном штабе, они его пытаются убедить, что да, Ваня Владимирович, очень здорово, но было бы хорошо, если бы была победа в первом туре, тогда бы она ни у кого не вызывала сомнений и все такое прочее. Парадокс заключается в том, что Владимиру Владимировичу выгодно, ставлю слово в кавычках, выгодно, оказаться в втором туре и победить в втором туре. Почему? Потому что в соответствии с опросами общественного мнения, которые проходили и проходят. В настоящий момент порядка 45% избирателей, внимание, 45% избирателей считают, что выборы, которые будут 4 марта, они будут нечестными. Представляете, практически половина страны. И при условии, если они будут действительно кристально честными и статус-голос будет контролировать все участки, и если на этих выборах победит Владимир Владимирович Путин в первом туре, то около 45% будут как минимум будут сомневаться. Потому что первый тур и так далее. Поэтому, если ставить главную задачу легитимную победу на выборах, то в случае, если он не выиграет первое в первом туре, выиграет во втором туре, это части сомневающихся даст какие-то основания, что, мол, если были бы выборы подтасованы, то тогда, конечно, можно было в первом туре выиграть. Так, смотрите, в первом туре не выиграл. Как в этом смысле слова, на мой взгляд, добавил определенное количество очков, не все на этом фиксируют внимание, Единая Россия, то, что она набрала 49%, это означает, что фальсификации, конечно, были и так далее, были масштабными, но не тотальными. То есть, если бы они были тотальными, то понятно, что 49% и 51% очень маленькая дистанция. Но вот в итоге не смогли вот этот рубеж перейти, потому что есть определенные пределы, есть определенные пределы, есть, вы не поверите, определенное количество честных председателей участковых избирательных комиссий. Я буквально вот одну из Самары вот благодаря Лиге избирателей увидел, по-моему, вчера, которая очень откровенно рассказывала, как это все происходит. Вот, и в это смысл я полностью с Игорем согласен, который написал это письмо, что легитимность это сейчас фактически является главной проблемой для Владимира Владимировича. И он это очень хорошо понимает, в противном случае бы у него не было такого количества интенсивных встреч со всеми практическими слоями населения, где он пытается убедить в искренности своих намерений честных выборов. Всех попрошу лаконично, 65-10-99-6. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Рашид, спасибо за очень интересный эфир. Я в закаленных семейных боях человек. И я пришел к тому, что когда супруги выясняют отношения, самое невыгодное стратегия для обоих это сказать, ты меня там оскорбляешь, но у меня все хорошо, я прав, а ты дурак. Да, это поругались навсегда. Я так понимаю, это на собственном жизненном опте, да? Ну да, я говорю о закаленных семейных боях. Так, хорошо, так. И вопрос в следующем. Мы сейчас имеем ситуацию, когда недовольных и неглупых, наверное, людей назвали бандерлогами, повесили на них всевозможные средства защиты, да, и все, на этом дело закончилось. Почему и зачем в ситуации, когда мы говорим, что необходимо консолидировать общество, происходит такой раскол. Спасибо. Да, спасибо. Михаил, или кто? Неудача. Вот это явная неудача. Это политический просчет. Это политический просчет. Да, это политический просчет, то есть, безусловно, из этой ситуации надо выходить, причем, вот какой выход сейчас в преддверии этих выборов был выбран чисто политтехнологически. Что есть? Россия болотная, недовольная, с жиру бесящаяся, а есть другая, остальная, теперь другая Россия, кстати, это лояльный бренд. Вот, понимаете, произошла инверсия. Отлично. А есть другая, настоящая Россия, значит, которая, в принципе, лояльная, значит, и поддерживает, и выходит на митинги в поддержку, вот, или просто даже, когда она остается дома и не выходит на протестные митинги, она устраивает флешмоб в поддержку власти, понимаете, да? То есть, все там 140 миллионов, которые остались, значит, 10 декабря, условно говоря, или там 4 февраля, дома, они устроили флешмоб в поддержку власти. Вот, эта схема, она в, ну, в ситуации выборов, она может сработать, да? То есть, она может убедить какую-то критическую часть людей, что да, вот эта вот остальная, настоящая, сермяжная Россия проголосовала так, как она проголосовала, проголосовала за Путина. Но, в смысле, скажем так, уже управления Россией, в смысле выстраивания устойчивости власти, в смысле обеспечения лидерства Путина, схема неудачная. То есть, необходимо, безусловно, вот, сформировать атмосферу доверия власти, вот, с этим самым модернизационным классом. Я, кстати, не считаю, что модернизационный класс представляет болотное полностью от и до. Допустим, вот эти самые наукограды, они за кого голосовали? Они за КПРФ голосовали. Абсолютный лидер это КПРФ. То есть, модернизационный класс, это и не болотное, но и не путинский электорат, да? Значит, он пока вообще не представлен в нашей политике. Но, необходимо доверие власти с авангардными группами общества. Ну, я вообще считаю, что успех оппозиционных системных партий, он достаточно условный. Нет, он условный. Потому что мы с вами понимаем, когда сами в разговорах между друг другом мы слышим реплики, ну, там, я, допустим, от ребят из бизнеса, да, я голосую за коммунистов. Я говорю, ты больной на голову, ты имеешь свой бизнес, ты кого поддержишь? Он говорит, ну, это же протест. Ну, и так далее. То есть, вот это все-таки условные были результаты именно, да. Во многом не за, а скорее против, понятно кого. Наверное, еще один звонок успеем принять. Вечер добрый, вы в эфире. Здравствуйте, Игорь. Да, как вас зовут? Меня зовут Никита. Да, Никита, пожалуйста. Я из Москвы. Так. На тему вашей программы у меня возникло мнение, вот, я считаю, что Путин, это без сомнения, таблетка, а то яма, куда попала Россия в 90-х. Так. Но, при этом, мы должны отказаться от монополии во власти, нам нужна именно политическая реформа, здоровая политическая реформа, чтобы создать конкуренцию. Вот мое мнение. Спасибо. Аркадий, прокомментируйте. Ну, я только могу вот что сказать, ведь Путин был у власти, значит, это был первый срок Путина, второй срок Путина, и Медведевский срок. И это тоже были разные периоды, и в первый срок Путина достаточно много было сделано правильно, а вот дальше пошла совершенно другая политика. Поэтому, в принципе, нам, конечно, нужна политическая реформа, и нужно многое возвращать из того, что было даже не столько в 90-х, а в начале 2000-х. Ну, и смотреть в будущее все-таки, а не в прошлое. безусловно, не слепо возвращать, а понимать, что нужно сейчас, и, в общем, я думаю, что, конечно, назрела политическая реформа. Спасибо огромное. К сожалению, наше время вышло. Михаил Ремезов, Игорь Минтусов, Аркадий Любарев были сегодня в реальном времени на Финам. ФМ. В 9 вечера в сухом остатке обсуждаем президентские выборы. Предстоящие с точки зрения экономики фондового рынка. У нас будут интересные гости, так что не прощаюсь с вами. В 9 вечера встретимся. Субтитры сделал DimaTorzok